Здравствуйте, это сотрудники Дали Нергосбыта. Мы пришли по заявке на замену электросчетчиков. Вот так ни в чем не подозревающие уссурийцы пускают к себе в дом мошенников и теряют свои деньги. Уже более 10 семей в Уссурийске пострадали от услуг псевдоспециалистов. Лжесотрудники Дали Нергосбыта предлагают поменять счетчики на электроэнергию. Все бы ничего, если бы не оплата за работу, которая превышает законную установку оборудования в три раза. Наталья – одна из тех, кто попался на этот крючок. Позвонили в домофон, представились с сотрудниками из Дали Нергосбыта. Сказали, что сейчас меняются тарифы на электроэнергию. В связи с этим нужно поменять счетчики. Если я сейчас не поменяю за 7200, то завтра мне придется менять его за 10 тысяч. Установленное мошенниками оборудование есть в свободной продаже по цене гораздо ниже – до 2500 рублей. Но даже на это нет необходимости тратить свои средства. Дело в том, что с 1 июля вступили изменения в законодательстве, в которых прописано, что гарантирующий поставщик за свой счет обязан менять, устанавливать и вводить в эксплуатацию приборы учета. Мало того, что мошенники запрашивают втридорога, так и устанавливают счетчики, в которых нет необходимости. Они поставили приборы учета двухтарифные. Заявление, вот мы смотрим, написали, что это в связи с желанием перейти на два тарифа. Зачем в многоквартирном доме, в коммунальной квартире два тарифа? Из того анализа, который видим мы, анализа потребления электроэнергии, это экономически, собственно говоря, не всегда выгодно, а чаще всего невыгодно. Это на частном секторе, где сезонное электроотопление, да, вот там, наверное, да, где насосы работают на подкачку воды, еще какие-то, там, да. Как правило, в квартире потребление электроэнергии с 11 вечера до 7 утра минимальное, но дневной тариф значительно выше одноставочного. Поэтому и здесь обманутые горожане тоже потеряли деньги, хотя у потребителей есть возможность отказаться от двух тарифов. Кроме того, те приборы учета, что были установлены до визита псевдоспециалистов, по всем параметрам пригодны и не нуждались в замене до 2026 года. Вдобавок, неизвестные ходят по квартирам пожилых людей, просят квитанции об оплате электроэнергии, переписывают данные о жильцах. Уссурицам стоит быть бдительнее. Сотрудники энергокомпании оказывают платные услуги по установке, замене и продаже электрооборудования только по предварительным заявкам. Оплата взимается в офисы компании. Если клиент самостоятельно не подавал такой заявки, настоятельно рекомендуем гражданам прекратить общение с таким продавцом, сообщить в управляющую компанию и вызвать полицию. Отметим, что ранее уже были зафиксированы случаи, когда лжеэнергетики предъявляли поддельное удостоверение и настоятельно рекомендовали приобрести специальные трансформаторы, которые якобы защитят электрооборудование от скачков напряжения за 17 тысяч рублей. По закону, работник энергоснабжающей организации имеет право требовать допусков заранее согласованное с клиентом время и месте. При этом специалист должен предъявить служебный документ сотрудника филиала «Даленергосбыта» с синей печатью и указанием фамилии, имени, отчества и должности. Если возникают какие-либо сомнения, уточнять о визите нужно по телефону компании 8 423 265 7908.